И у меня отсюда такой вопрос. Какое давление на вас от этого с органом? В чем оно проявляется? Вам угрожали, я не знаю, комитет национальной безопасности, полиции, так далее. Конкретно почему? Или человеком, или имя ДИНАС. Я понял только ваш вопрос. Да, действительно, здесь, в районе, в области, я это прочувствовал на своей личной жизни. Если ты когда-то скажешь о том, что если где-то кто-то засоряет экологию, и ты говоришь об этом, что так нельзя делать, то ты сразу падаешь в немилость, попадаешь в немилость. И кто, как правило, загрязняет экологию, конечно, нефтегазовая компания. И раз мы западно-казахстанский регион у нас нефтегазовый, соответственно, мы об этом говорим. Я сам по профессии эколог, я по призванию эколог. Я выучился на них, я знаю об этом лучше всех. Здесь, в Сиберной компании, здесь, я считаю, в районе, я многое знаю в области. Я учился этому. И когда ты о таких вещах говоришь, что так делать нельзя, ты попадаешь, естественно, ты попадаешь на заметку этих экологических компаний. Им не нравятся такие люди, которые говорят о том, что здесь нельзя захоранивать отходы. Здесь нужно их перерабатывать. И поэтому трудно быть в таком плане вести бизнес и говорить такие вещи. И все помнят, что было с Березовским детям. Я просто протянул руки помощи, просто протянул руки помощи, потому что я человек. Это мои соотечественные, это мои земляки. И меня, короче, петройный акарейдинг, компания, занесла в список, заблокировав все контракты. Они это делают намеренно, чтобы не давать возможности развиваться компании КСС. А я ничего такого сверхъестественного не сказал. Я просто сказал то, что должен был любой здесь стоящих людей, если вы хоть чуть-чуть себя не называете людьми, мы должны были так делать. Но в итоге я превратился в изгоя. И, конечно, это отражается, естественно, на бизнесе. А вы видите, вы можете после нашего интервью, конференции, вы можете пройтись по всем уголкам этой компании, этого города, в городе. Это очень трудно содержать, такую компанию, если тебе блокируют, не дают контракты. Мы же все ориентированы здесь на главного недра пользователя, Карачанак Петрольный акарейдинг. А тебе просто, никто тебе официально, конечно, не говорит, что ты там, ты нам нужен. А это все делается именно на таком уровне, что просто тебя блокируют, тебя просто даже не приглашают на, как казахстанскую компанию, на элементарные конкурсы, на тендера, те, что мы делаем лучше всех. Нас просто не приглашают. Нас как будто отключили. Все, я для них...